5 мая десятки белгородцев собрались у ротонды. Часовни на северном въезде в город, чтобы встретить благодатный огонь. Символ нерукотворного света воскресения Христова. На Белгородщину он прибыл из Иерусалима с остановкой в Москве. Уже несколько лет в наш регион святыню привозит делегат фонда Всехвального апостола Андрея Первозванного Виталий Стариков. Ровно в час митрополит белгородский Староскольский Иоанн принял лампаду с частицей благодатного огня. Очень рад, что мы с вами преодолеем многие искушения, которые выпали в этом великом посту. А ведь были трагические события, унесшие жизни людей. Я думаю, мы также преодолеем все искушения, которые будут так или иначе на нашем пути вставать. С нами Бог! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! После того, как все желающие получили частичку святыни, ее перевезли в Преображенский кафедральный собор. Сошествие благодатного огня считается видимым знаком, что до следующей Пасхи с человечеством ничего не случится. Белгородцы, получившие благословение, поделились своими планами на предстоящий год и добрыми пожеланиями. Планы самые замечательные, добрые, светлые, чтобы в жизни было так, как в доброе, светлое воскресенье. Детей поднять. У меня дочка еще родилась, 5 месяцев. Старую, среднюю тоже. Дай Бог здоровья всем. Чтобы все в семье было благополучно, чтобы планируем съездить на море с ребенком. Христос воскресе! Храни вас Господь и всех нас Господь! Традиционно от Преображенского собора в день Светлого Христового Воскресения верующие прошли крестным ходом до центральной площади города, где совершилась пасхальная вечерня. Христос воскресе и смертный, 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 Богдарный, Исущий, Богдарный, Богдарный. После молебны митрополит Белгородский Староскольский Иоанн зажег от лампады с благодатным огнем пучки иерусалимских свечей, чтобы передать их всем собравшимся на площади. В этот день священный огонь озарил дома тысяч белгородцев.